Благоустройство дворов, ремонт тротуаров и работа городского транспорта. Актуальны в последнее время темы стали предметом прямого диалога жителей столицы Чувашии с властями в рамках проекта «Открытый город». В очередной встрече принял участие заместитель главы администрации города Чебоксара Владимир Филиппов. В актовом зале школы номер 48 яблоку негде упасть. Активность горожан заметно выросла. По их инициативе в столице появились новые места для отдыха. Детские площадки, велодорожки и освещенные улицы. Однако проблем остается немало. Жители северо-западного района просили обратить внимание на состояние тротуаров и пешеходных дорожек. Вот здесь есть пешеходный переход в сторону грязной лечебницы. Там есть дорожка такая. Есть у нас заместитель главы администрации города Чебоксары. 1 сентября он клятвенно обложился и говорил, Юрий Алексеевич, постелем, позову господина Павлова, вместе сами лично положим асфальт, я не знаю, еще что-нибудь положим. До сих пор ничего не сделано. Обещание кордит уже второй год. Действительно, здесь проход очень большой. Значит, на 2018 год на ремонт пешеходных тротуаров, переходов заложен на 20 миллионов рублей. Я думаю, что в течение 2018 года мы этот вопрос с вами решим. Много внимания в Чебоксарах уделяется ремонту дворовых территорий, строительству подъездных путей и парковок. В прошлом году благоустроили 25 дворов. На это ушло больше 160 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Однако проблемные места еще остались. Жители 6 микрорайона по улице Мичмана Павлова вынуждены ежедневно рисковать жизнью, выходя из собственных подъездов. Их жилая зона давно превратилась в проезжую часть. Я жительница 48-го дома. Это рядом 18-этажный дом, который не имеет двора. Вообще не имеет двора. Он имеет парковку всех домов, всех машин ближайших домов. Выйти ребенку невозможно из подъезда, кругом машина. Они гоняют прямо около подъезда. Мы, жители, пытались, хотели поставить шлагбаум, чтобы прекратить все это безобразие. Нам сказали о том, что нужно приватизировать землю. Но у нас больше половины жильцов в доме не имеют машины. И их это как бы особо не касается. Они не хотят, как они говорят, платить лишний раз налог. К установке шлагбаума можно вернуться. Но и здесь свои сложности. У нас есть практика, которую мы проводим в течение нескольких лет. Строим и парковки, и дворовые территории ремонтируем, и приводим в порядок. Но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что действительно денег на сегодняшний день не хватает, чтобы это везде все сделать. Но, 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 еще раз говорю, вопрос установки шлагбаума Андрей Николаевич сейчас себе записал. Еще раз изучим, посмотрим. Горожане передавали микрофон из рук в руки. Высказывали свои замечания, предложения. Не обошли стороной и вопрос про общественную транспорт. Транспорт никак не могут наладить в нашем районе. Автобусы допоздна не ходят. Допоздна не ходят, ходят за большим интервалом. И в вечернее время очень сложно уехать. То есть надо либо на маршрутке ехать, ждать, приедет, не приедет. Автобусы в это время не ходят. У нас есть результаты, итоги и рекомендации Санкт-Петербургского института. И с 1 июля действительно у нас предполагается изменение некоторых маршрутов, объединение, отмена некоторых маршрутов. Но еще раз уверяю, что хуже транспортное сообщение всех микрорайонов города Чебоксары не станет. Мы движемся и хотим двигаться только в направлении для того, чтобы было удобно для горожан. Подобные встречи городских властей с населением стали хорошей традицией. Следующее собрание состоится уже в эту среду в 47-й столичной школе. Его проведет начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар Анатолий Павлов. Прямой диалог дает возможность услышать проблемы и принять оперативные решения. Рифат Фаткулин от Неркорсаков, Республика.